друзья здравия с вами шевченко александр и очередной выпуск от академии счастья сегодня у нас будет техника по проработке случаев связанных с болей с болями бессознательностью то есть все всеми негативными теми ощущениями которые накапливаются у человека субботу я провел тренинг в киеве и там мы как раз разбирали и прорабатывали как это все происходит и все люди девятнадцать человек которые были на мастер-классе они получили результат то есть поработали со своими напарниками и получили удаление негативного заряда и случая и вот в одессе как раз будет такой же мастер-класс завтра то есть во вторник вот так чем же состоит на самом деле техника техника состоит в том чтобы пройти случай который болезненным является от начала до конца и можно выполнять как самостоятельно так и вдвоем с напарником с напарником почему лучше потому что один человек закрывает глаза второй задает ему вопросы то есть 이� TWICE на чеку не нужно отвлекаться на то чтобы там что то дальше ну как бы еще себе задавать вопрос записывать ответы тогда но если вы хорошо владеете своим вниманием то можно делать и одному по крайней мере попробуйте вот если у вас получится то будет здорово если нет то найдите напарника сделать из напарников с напарником должно точно получиться я скрипт техники дам внизу под описанием под видео вот сейчас расскажу как бы ну как это все происходит то есть один человек задает другому вопрос какой случай мешаете быть счастливым но человек находит этот случай там например там не знаю какой-то любой случай там вчера шел там не знаю потерял струсть 100 рублей 100 гривен там 100 долларов или там не знаю накричал разругался со своим другом да то есть любой случай который разрушает каким-то образом жить и мешает быть счастливым потом следующий вопрос когда это было да то есть определить примерно время потом следующая команда двигайся в этот случай то есть переместить свое внимание туда далее конечно же с какого продолжительность определить сколько это примерно длилось потом двигайся в начало случая то есть переместиться в начало в этот момент человек закрывает глаза лет дать ему нужны команду закрой глаза вот и задать вопрос что ты видишь вот есть чек описывает кратко что он видит вот в начале случая потом дать команд двигайся через этот случай до его конца и описывая все что ты видишь чувствуешь какие мысли ощущения эмоции появляются то есть быть максимально открытым и все рассказывать вот чек проходит через случай таким образом как будто он смотрит это как фильм прямо сейчас и рассказывает об этом то есть часть внимания остается как наблюдатель а часть внимания посылается туда в случай и человек переживает это то есть вот и наблюдатель и сопереживающие которые проходят через случай когда человек прошел прочувствовал рассказал все это другому человеку человек говорит спасибо благодарю ну то есть вообще подтверждение нужно давать каждый раз когда человек выполнил команду вот любую и это очень важно вообще не вот потом задается вопрос а что произошло когда ты проходил этот случай чек кратко резюмирует там например ну вот я прошел там у меня появилась эмоция боли там да то есть я почувствовал что меня предали то есть или там у меня появилась мысль что мне надо убежать то есть он краткий резюме такое делать и потом человек снова и двигайся в начало этого случая и скажи мне когда ты будешь там когда человек сказал что он там человек говорит двигайся через этот случай до его конца вот и так мы проходим этот случай столько раз сколько необходимо какой конечный результат всего этого конечный результат это во-первых поднятие человека по эмоциям То есть, если он сначала был, к примеру, в страхе, то потом он поднимается через гнев, антагонизм, потом через скуку, консерватизм и попадает в счастье и энтузиазм. Вот когда человек может рассказать этот случай, можно так сказать, с усмешкой, то есть в энтузиазме, то это как раз хороший момент, чтобы закончить на это. То есть, сказать спасибо, благодарю, это конец сессии. То есть, почему? Потому что, когда человек поднялся по эмоциональной шкале тонов, это означает, что у него пропал эмоциональный заряд, связанный с этим случаем. Да и вообще какой-либо негативный заряд. То есть, когда у вас нет привязки к этому, нет никакого отношения негативного или там даже позитивного, просто это было, это опыт. Вот, то есть, и тут не нужно себя заставлять что-то переделать, пересмыслить в этом случае. Это происходит само собой. Поэтому я вам рекомендую, друзья, возьмите эту технику, прочитайте ее прямо в описании, распечатайте себе или возьмите с планшета, там с телефона и делайте этот процесс. А потом можете прямо в комментариях писать ваш результат, то есть, что получилось, получилось ли у вас пройти случай или нет. Эту технику можно делать любым людям, которые могут, скажем так, выделить для этого времени. И самое главное, которые хотят что-то поменять себе. Конечно, техника не подойдет тем, кто уже все знает, все перепробовал, понял, что ничего не работает и ничего не хочет рассматривать. Да, то есть, таким людям уже, как говорится, не поможет ничего, пока они не захотят вновь поработать над собой и измениться. Вот, самое главное, что вы меняете не себя, вы меняете то отношение, которое у вас есть к случаю. Вот, и вы меняете свою жизнь таким образом. Поэтому, друзья, делайте, используйте. Самое главное в этой технологии, это брать ее и применять, использовать. И пишите в комментариях, что у вас получилось. Если что-то не получается, тоже пишите в комментариях или пишите прямо мне в личные сообщения, будут мои контакты тоже, мои соцсети. И я с удовольствием помогу вам, отвечу. Вот, на этом сегодня все. Также будет у меня в среду прямой эфир, где я расскажу более подробнее о процессинге на моем канале YouTube. Так что ставьте колокольчик, палец вверх, подписывайтесь на канал и до скорой встречи!